привет всем сегодня у нас мамин клуб и сегодня мы готовим пельмени вдруг понравится и буду я такие же пельмени крутить еще раз здравствуйте меня зовут александр седых сегодня мамином клубе мы очередной раз делаем мастер-класс по пельменям сегодня я делаю пельмени обыкновенные но стандартные это пельмени с мясом и 2 это будут пельмени с картошкой и луком то есть это для тех у кого пельмени с картошкой они это так и называется серьезно пельмени с картошкой это как бы считается как бы вареники больше у нас принято пельмени могут быть и с картошкой и с грибами и с луком и чем есть творогом да вот это это уходит сразу разновидности вареников скажем так вот в ту сторону если то что касается с мясом с мясом это уже будет применим стоящих мяса об жизни это блюдо готовите или тогда да 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 регулярно да регулярно получается потому что вы сами крутить сами я сам сделаю это у меня досталось от бабушки дедушки от папы мамы все это мы с ними давно это практиковали и они меня научили делать эти пельмени спасибо будем наблюдать да потом может и попробуем обязательно попробую картошка у нас марокканская лук лук это был испанский соль наше это и приправы это это не имеет значение межуточения да 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 не имеет значения душистый перец яйца масло вот оборудование и вода вода нужно будет для того чтобы немножко так добавлять тесто фарш тогда мне нужно будет помощник который почистит картошку потом почистит почистит лук да ну вот как можем наблюдать тут уже идет чистка рука 3 луковицы 3 луковицы картошка такая большая не маленькая самое в пельменик самое важное это фарш ну и тесто тоже важная фарш я беру такой смотрю не в максиме не время да а именно мне нравится очень в магазине это там более живой более сочный один по крайней мере натуральный красивый по цвету и красивый по жирности меня нравится вот здесь картошка дождается заново она превращается в пельменную картошку можно будет можно будет почистить картошку и поставить его и значит фарш я добавляю соль черного перца очень хорошо так теперь надо опять посолить обычно я не досаливаю потому что ну соль как бы считается так можно не досаливать теперь есть еще один способ для того чтобы помешать хорошо я беру растительное масло чтобы фарш не прилипал к рукам его потому что важно почувствовать фарш фарш должен быть обязательно холодным чем чем холоднее тем лучше ну а в это время видим тут дети которые пришли с родителями они занимаются мамином клубе ну чем только не занимается ерунды много всякой игрушки завлекушки вот тут машинки в общем им тоже есть чем заняться кто-то рисует кто-то кто-то в общем с пользой для дела ну и конечно взрослые они все в телефонах в телефонах они там конечно конечно да 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 то же самое и тесто если я делаю примерно такой же отнем сколько фарша столько и тесто но это имеется ввиду столько же муки я кладу в муку я кладу два яйца эти яйца взбить сначала разбить а кто-нибудь думаю еще пельмени сам делает из вас присутствующих вручную вот один но давно не делал вы стоите вот из присутствующих два человека которые диетические после этого добавить воды воду воду добавляем для того чтобы уже потом добавлять муку чтобы получать тесто и потом я расскажу как до какой консерденции и до какого состояния это тесто ну извиняюсь но воду я беру не из-под крана всегда беру минерально обыкновенную воду вот ну для меня кажется что это лучше и все это дело перемешиваю получаю такой раствор воды так немножко посолить теперь надо сделать такую ямочку куда я потихонечку буду лить лить и взмешивать а миксером можно или это лучше руками есть есть миксер такой но должен быть с маленьким с очень маленькой скоростью я делаю руками потому что у меня ты я привык руками то есть яйца ушли а потом уже добавлять воды до консистенции потом я сейчас буду перемешивать буду не перемешать буду вмешивать все это вот это место вот это мука она должна вмешаться сюда вмешивать в тесто сейчас собираются резать лук и обжаривать его вот это вот эти части обычно снимаю сейчас главное вымешать тесто вот этим вот этим процессом я занимаюсь все тесто готово так сейчас самое-самое интересное начинается часть тесто и делаю такую колбаску есть разные способы как делать можно делать блин и потом стаканом вырезать вот а можно просто делать колбаску и потом резать такими небольшими частями после этого после этого уже можно можно что-то другое так ну вот она получила более-менее круглая по какой порции так примерно я уже знаю что примерно где-то из опыта вот такими небольшими участками это чтобы это будут пельмени лежать ждать своего часа диван для пельменей делаем такие шарики там обжаривается как видим картошка варится лук обжаривается вон до золотистого оттенка до да 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 еще не совсем вот раскатывая тесто делаю ну миллиметра три толщиной блинчик такой самая грандиозная потом я его складываю так аккуратно распределяю внутри пельмени закрываю аккуратно закрываем а дальше делаю узор вот с узором вкуснее с узором интереснее да и получается что ну как вручная работа выделяется размер совсем не магазинный и бит совсем не магазинный то есть вот в чем плюс собственных пельменей то что в магазине 100 штук тут может быть 30 вот второй готов и пошло-поехал лучок 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 жарит сам почти уже готов почти 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 совсем почти и картошечка смотрите какая тут о супер я не понимаю каким образом а там человек такой защиты под видео получается вот такая вот а дальше 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 рисунок сейчас будет сейчас расскажу и смотрим кто бы не распал и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» с картошечкой но уже сил нет всем пока все